Привет всем! Доброго денечка! Еду в зоопарк, как и обещала, показать вам, что у нас там происходит. Давно не была, сама не видела. Так что выбираемся в очередное путешествие по Риге. Вот остановка, которая называется Мэжа-парк, что переводится как лесной парк. Это то место, где и зоопарк, и парк, в общем, все вместе. Все, что захочется, все, что душе угодно. Находится на берегу Киш-озера Большого. Одно из самых любимых мест, наверное, для того, чтобы погулять для Рижана. Это вход на главную аллею Мэжа-парка. Там тоже просто замечательно, но этому нужно посвятить какую-то отдельную прогулку. Наверное, поэтому сегодня было решено зоопарк. Будет зоопарк. Вот вход. Он открывается с 10 часов утра. Работает каждый день. Вот туда и идем. Вот это карта Мэжа-парка. И мы будем вот здесь, вот здесь, вот здесь, на берегу озера зоопарка. Идем сюда. Там уже какая-то очередь образовалась или просто... Нет, уже 10 есть. Просто очередь. Хотя рабочий день, вторник. Сегодня 28 июня. Пивная игрушка. Так, смотрим план. Вход стоит 6 евро для взрослых. И вот у нас так много всяких тут зверюшек. Пойдем. У нас появились, кстати, пингвины Гумбольта. Они тут, я прочитала, 3 месяца перекантовываются, пока куда-то дальше не отправятся. Но теперь их можно посмотреть. Они в домике Фламинго должны находиться. Они тоже моются. Они тоже моются. Они тоже щепетуют. Где там, Буся? Где-то двину тут. Ну, еще недалеко здесь, сыночек. Видите, как-то не отмечено. Игрушечки в виде животных. Что хочет? Что? Спасибо. Что? вот тут кто-то отдыхает и шевелит лапками теленчик толстый черток и напоминает мне мою муху ну ты будешь прыгать в воду или ты так поваляешься позируешь как муха когда на муху обращаешь внимание то она начинает позировать и подставлять животик какой милый телененок и тут кто-то плавает обезьянки конечно лет там наверно 20-30 назад были клетки всякие достаточно маленькие и неудобные и сюда не хотелось ходить а сейчас сделано все так чтобы было где побегать поиграть ой как они тут шумят эти мартышечки драки у них там какие-то разборки это философ он сидит в стороне от всех в тененочке не участвует в общем безумстве и мне так хорошо верблюды всегда бодранные сколько ни приезжая в любое время гудо вечно они такие вот клочковатые я здесь работала знакомая не знаю работает она сейчас или нет давно не виделись именно с верблюдами и она заводила туда во внутрь помещения они вот на расстоянии не кажутся большими но какие же они громадные когда ты стоишь рядом с ними мы его там чем-то вкусненьким кормили а потом когда я решила сфотографироваться и перестала кормить он меня укусил так что верблюдах у меня не самый лучший воспоминание я их теперь боюсь самое посещаемое место это такое подворье сельское где много всяких животных которые живут у нас на деревне здесь можно покормить по моему даже все сюда очень охотно приходят смотрите какие маленькие гнета это чайки кричат как у нас во дворе вот это самое плакат обрусский трикотаж значит получается что обрусский трикотаж делается из шерсти вот таких овечек наверное такие мини козочки я знаю что сейчас многие покупают таких мини козочек разводят у себя тоже какой толк от них не знаю но они смешные как собачки такие забавные и очень симпатичные какие милые мини кабанята какие то сегодня не жарко но животные все равно какие то немножко ленивые или они только просыпаются есть много конечно сторонников и противников содержания животных в зоопарках но с другой стороны им здесь не нужно бороться за выживание их всегда накормят и всегда вылечат если они заболеют и если условия созданы более менее хорошие то я скорее за чем против и и и и и и и и у нас тут один гуляет всегда павлины за ним дети бегают скот венгерский степной и ничего себе какие они громадные милые полосатики эти зеброчки все кушают стояли попой так что что вы видели то увидели и сейчас идем к домику жирафов его построили несколько лет назад очень красивый высокий дом под стать их двухметровому там с чем то росту или сколько они высоту и сделали им большую красивую площадку и в минус все они спины вниз полосу а и снова с Субтитры делал DimaTorzok 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 Подкоп пытается совершить удрать. ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Это лимурчики. Тоже сделали большую площадку. Теперь их фиг увидишь. Все, у кого большие, хорошие площадки, тигры, вот там тоже мы подходили, сейчас смотрели, но их не видно. Так что идем в тропический домик. Домик, где различные животные, насекомые, лягушки, змеи. Для них созданы шикарные условия совершенно. Там повышенная влажность вообще. А вход вот такой вот в него загадочный. Здесь очень душно, влажно, так что, может быть, объектив фотоаппарата может запотеть очень быстро. Какое здоровеннейшее крокодилище. Обалдеть. Кормят животных, бросают кусочки мяса. Вот такая мясоедная черепаха. Вот такого лужика точно не хотелось бы встретить. Здесь влажно, макро, еще хуже, чем на улице. Ну, это тропический домик. Даже змеи в водичке отдыхают. Удакчики. Кто боится змеи, смотрите, не смотрите. Вон они какие тут здоровые, страшные. А здесь разные насекомые. Тараканчики большие такие. Кушают вкусняшки тараканьи. Ну, мне больше всего нравятся вот эти муравьи. Здесь целая экспозиция, как они. Сейчас понаблюдаем. У них вот здесь есть место, где они приходят по этому дереву и отгрызают там кусочки листочков. И потом несут эти листочки. Видите, как они классно. У них такой длинный путь, специально сделан, так, чтобы можно было наблюдать, как они строят свой домик. Они по этой дорожке. Наверное, для них это многокилометровый путь. А потом они приносят вот сюда, и здесь их муравейник. И вот этими листиками они создают какой-то, наверное, субстрат там для размножения. Или, может быть, листья гниют. И они их потом едят. В общем, сложно сказать. Я не специалист в жизни муравьев. Но, во всяком случае, это вот наблюдать, как у них все происходит. Прямо по вертикальной стенке спускается. Их так много, но если кто-то упадет, то упадет прямо в воду и утонет. Ну, сделано, наверное, чтобы была специальная влажность такая, как есть в природе, тоже какие-то тропические. И вот такая вот у них интересная жизнь. А здесь рядом паук. Страшненький. Птицеяд, по-моему, считается. Птицеед. Паук-птицеед. Это рисунки детей. Такие трогательные. Это объясняет, зачем нужны зоопарки. Все-таки дети от общения с животными становятся добрее. Здесь такое смешное животное. Носу, а носу, носуха. Или дегон лацитис. Лацитис это медведь, дегон это нос. А где он там, далеко? Носат медведь. Так, куда вы драли? Как любитель растений не могу пройти мимо вот этих забавных, которые такое, просто на родине называется паричковое дерево. Что напоминает что-то такое смешное. И вот здесь вот берег Кишозера, место, где можно посидеть, отдохнуть, покушать. Очень красиво. Вот когда мы не так давно ездили на озеро Юглаз, вот оно сообщается как бы с этим Кишозером, таким каналом. Большое, красивое. Сегодня распогодилось. Думала, что будет прохладнее. Нет, сегодня очень тепло. Хорошо. Видите, солнышко. Красота. Здесь стоят столики. Можно покушать то, что взял с собой. Такое место для самого отдыха. Хотя здесь есть замечательное кафе, очень старинное. Оно давно, наверное, с самого начала открытия. Вот там, на горочке. Ну, что, может быть, лучше просто посидеть на свежем воздухе. Здесь даже есть мангал для шашлыков. Ничего себе. Все, пытаюсь сфотографировать эти лодочки. Ну, так сложно, когда приближаешь. Малейшее движение руки. И все. Так что будете смотреть вместо лодочек на меня. А я буду вам. Тут мило улыбаться, потому что настроение хорошее, замечательное. Сейчас идем дальше. Идем. Куда идем? Идем в аквариум. Может быть, куда-то птица. В общем, продолжаем галять по зоопарку.